Павел Василович, Клубов, Роман Клибов, Пакин. Ваши комментарии в сумочке? Во-первых, хотелось бы поздравить команду «Ленисея» с победой. Всех с завершением летней, осенней части чемпионата. Что касаемо комментариев по игре, то проиграли мы игру из-за двух тактических ошибок в начале игры «Линия обороны». Все предельно просто. Две тактические ошибки привели к взятию наших ворот. Казалось бы, команда имела игровое территориальное преимущество, владела мячом больше. И не реализация тех моментов, которые были. Один Бирюков обязан был два мяча забивать с площадью ворот практически. В первом тайме, когда Шелле неудачно отпустил мяч с двух метров, не смогли. Во втором тайме еще пару моментов, которые мы не реализовали. И вот сложилось с этого результат матча. Вопрос есть? В чем-то каждое занятое сделано? Совсем неким усиливать и вы? Ну, почему нет? Усиливать есть кем все, но по ходу этого матча все. В принципе, мы владели ситуацией и необходимости такого третьего форварда выпустили все, чтобы оказать здесь давление уже за счет мощи игры головой Заболотного. К великому сожалению, опять Заболотный имел момент, когда с линии вратарской, когда с площади ворот не попадает в ворота вообще. Поэтому такая ситуация. Скажите, по завершению сегодняшней части чемпионата, ваша команда задачу выполнила какую-то, которую вы ставили перед началом сезона? Да, более чем выполнила. Стояла задача быть в десятке, но это по окончанию чемпионата. Но команда на сегодняшний день была на четвертом месте. Все зависит от тех результатов, которые будут сегодня. Но как минимум ниже шестого места мы никак не опустимся. Я считаю, что если брать и оценивать в общем эту часть чемпионата, то я благодарен ребятам за отношение, за игру. Команда на протяжении, за исключением начальной стадии, когда у нас была большая ротация и пока были шероховатости в игре команды. В связи с несыгранностью все первое, мы стартовали очень слабо. В первых шести турах потерпели пять поражений. Потом все пошло по нарастающим. И то отношение ребят, которое было и в тренировочной работе, и в играх, и тот футбол, который они показывали, это отмечают и специалисты, это отмечают и средства массовой информации, что факел играет в хороший, добротный футбол. И это выразилось в том результате, в котором мы, если я имею в виду, на том месте, на котором мы сейчас находимся. Я считаю, что та работа, которая была проделана, и сейчас в сезоне будет проделана, небольшая ротация у нас в составе произойдет. И все-таки мы будем, находясь в группе лидеров в оставшихся играх, будем реально бороться за то, чтобы попасть в стыковые игры. За переигрывку, выход в переговоры. Ну, может быть, такой дополнительный вопрос. Как думаете, Енисей просил догнать лидирующего четвертку по данной игре, которую вы сегодня показывали? Ну, Енисей добротная команда, хорошая команда. Отставание не такое большое, наверное, в связи с этим результатом. Сегодняшние игры у них 34 стало, да, от лидирующей группы порядка, там, если по отношению к нам, 7 очков. Как-то вполне все реально при 14 играх. Все будет зависеть от того, и так команда хорошая, укомплектована, хорошо, и опытная, и молодые ребята есть. Все будет зависеть, как усилиться команда. Я считаю, что вполне возможно, что Енисей одна из команд, которая подтянется туда, как в верхнюю часть турнирной таблицы. Ну, я думаю, что сегодня хорошая игра была. Мы сегодня играли против очень хорошей команды, сбалансированной, играющей. С первых минут было видно, что они контролировали ход игры. Но у нас так и было задумано, что строго сыграть в обороне и быстрее выходные должны были быть из обороны в атаку. Ну, два гола, которые мы забили, использовали те ошибки, которые соперник допустил, могли еще забить, но, к сожалению, реализация немножко подвела. Во втором тайме, к сожалению, была совершенно другая установка, но ребята играли уже на удержание счета. Отсюда и возле наших ворот создавались моменты, которые здорово сыграл у нас вратарь. Ну, и были во втором тайме у нас неплохие выпады, где могли еще забить несколько голубь. Но в целом я остался доволен концовкой чемпионата первого этапа. Сейчас послезавтра команда уходит в отпуск. Соберемся 4 января и уже будем готовиться ко второму этапу. Мария Бакалович, ну, может, давайте подведем некие итоги в 7 части чемпионата. Насколько все равно ее можно считать удачной койтой? Ну, можно на две части поделить. Первый участок, где мы не добрали очков, где потеряли в домашних играх, на выезде. Ну, второй участок, который мы провели, конечно, мы немножко рассчитывали на другой результат. Тот же выезд во Владивосток, Саратово, не скрою и со Спартаком, где мы провалили первый тайм. Ну, я считаю, что в конце КМС достойно ребята сыграли тот состав, который был. Я благодарен ребятам за профессиональное отношение, за ту отдачу, которую они продемонстрировали на протяжении вот этих игр. Вы говорили то, что Юнисей не борется за попадание в первую на четвертую. Что для этого будет сделано? Насколько состав команды обновится? Ну, здесь все будет зависеть от трансферной политики, какую трансферную политику мы проведем. Сможем ли мы договориться с игроками, с теми игроками, кого бы мы хотели видеть, для того, чтобы решить задачу. Конечно, что бы то ни было, мы задачу не снимаем, и ответственность я не снимаю с себя. Будем стараться попасть в первую четверку. Ну, а вы тем не менее знаете, кто уже каким-то командам был уже для себя? Ну, для себя есть, так будем говорить, предварительно, но не хотел бы сейчас озвучить. Потом завтра мы встречаемся и уже будем разговаривать с игроками. Ну, последний вопрос. Как думаете, вам все-таки удалось, может быть, одну из главных миссий выполнить, вернуть болельщикам на этот стадион? Ну, хочется надеяться, да. Хочется надеяться, все-таки этот футбол мы играем для болельщиков, и мы все сделаем для того, чтобы нашей игрой, нашими победами порадовать наших болельщиков, и чтобы в каждой игре были полные трибуны. Это наша первая задача. Ну, а как удается выполнять все-таки? В смысле? Ну, выполнять, предварительно, извлекать болельщиков все-таки результат? Ну, опять-таки результат, в первую очередь, должен быть результат, и что самое главное, нужно работать с болельщиками тоже, со стороны клуба. Не так просто, это результат-результат, но с болельщиками нужно разговаривать, чтобы они пришли, нужно работать с ними на профессиональном уровне. Это вы все знаете, как все делается. Редактор субтитров А.Семкин